Доброе утро! Мы живем в такой реальности, когда много времени проводим в сидячем положении, большую часть рабочего дня, а сидим, как правило, не всегда правильно, даже в 80 случаях неправильно. Что происходит в этот момент с позвоночником? Ну, смотрите, когда мы находимся в вертикальном положении, на наш позвоночник действует сила. И, соответственно, если вспомнить строение позвоночника, у нас позвонки, между ними межпозвоночные диски. И вот под действием силы позвоночник постепенно проседает-проседает, диски расплющиваются. И, соответственно, амортизационная нагрузка на позвоночник, амортизационные свойства позвоночника, они уменьшаются. Вот, вследствие появляются боли в спине, и если еще и сидеть неправильно при этом, то тогда диск деформируется, и можно приобрести протрузии, грыжи, различные заболевания позвоночника. Ну, а вот что нужно сделать, чтобы не страдал позвоночник? Вообще, в первую очередь, конечно, нужно делать массаж, лучше всего делать его вечером, потому что у нас позвоночник постанавливается именно ночью. Вот, но есть и второе решение. В течение дня, особенно если мы сидим постоянно и долго, нужно сидеть правильно. Для этого есть специальные приспособления, естественно. Меня в школе учили сидеть правильно. Вот, а меня учили правильно, но я специально делал все назло и сидел неправильно. У меня со школы началась такая ситуация. Я не то, чтобы делал все назло, но... Меня не назло, но меня вот со школы. Я не мог сидеть правильно, и я вот сейчас, я уже понимаю, что я зря это сделал, по одной простой причине, что спина уже от долгого стояния болит. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о специальных приспособлениях, не у всех хватает денег на курорт Паттайя, чтобы поехать каждый вечер, тебе на полгода делали массаж, да, и вот мы слышали про такое понятие, как стул зеро. Вот одно из них, видимо, эти приспособления. Это как раз вот такие стульчики, да, называются они стулья зеро, либо ортопедические стулья, да, либо их называют еще коленные стулья. Вы знаете, мы это называем стулья квест, потому что все подходили, операторы, как на них сидеть, что, как, с какой стороны подойти. Нужно присесть на верхнюю часть стульчика и коленочками упереться в нижнюю. Мы уже пробуем, да? Мы сейчас... Мы, чтобы показать, сказать, в профиль и в фаз, в разрез, и в... не в разрез. Так, и что происходит? Хорошо, мы сели. У тебя темный стул, у меня свет, я на светлой стороне сел, ты темный, как джедай. Я Дарт Вейдер. Дарт Вейдер, пум-пум-пум-пум. Пожалуйста. Итак, вот мы вот так сели. Что в данный момент происходит? Слушай, ну... Смотрите, чтобы понять принцип действия стульчика, нужно вообще вспомнить сопромат. Так, я... Да... Я сейчас простыми словами... Переведите для гуманитариев. Да, то есть представьте, да, что верхняя часть стула еще у вас весит, допустим, 50 килограмм. Ну, предположим. Поехали. Так. С такой же силой, если мы сидим на обычном стуле, такая же сила 50 килограмм давит снизу. Соответственно, 50 сверху, 50 снизу, позвоночник наш испытывает огромную нагрузку. Угу. Вот. На таком стульчике, на ортопедическом, за счет угла наклона, сила 50 килограмм, которая давит снизу, она уходит как бы по вектору вперед. Соответственно, нагрузка с позвоночника, она снимается. Она уходит из-за самого строения стула? Из-за самого строения стула, из-за угла наклона. Угу. Поэтому, получается... Нет, ты можешь согнуть плечи, да? Но все равно рано или поздно тебя выпрямили. Конечно, конечно. Стоит расслабиться, немножко посидеть, и позвоночник сам примет правильную форму. Даже не надо выпрямляться вам. Здесь, в принципе, физиологически правильное положение позвоночника. То есть из-за этого, получается, нам, из-за того, что физиологически правильное расположение позвоночника, нам вот легко сидеть на этом стуле. Да, конечно. Слушайте, ну вот, на самом деле, в начале, я хочу просто свои впечатления сказать, в самом начале маленько непривычно. Конечно, непривычно. Потому что, ну, все-таки мы привыкли сидеть так, 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 развалившись в кресле или на стуле. А вот тут, ну, прямо скажем, немного, ну, не то положение, к которому мы привыкли с самого детства. Сколько можно на таком стуле проводить времени? В день, в час, в минуту, не знаю, сколько нужно? Какие показания? Мы убираем обычный стул и ставим такой, и сидим на таком стуле постоянно. На работе? На работе. Допустим, сидите в офисе вы по 8 часов. Вот, пожалуйста, сидите по 8 часов. Но в любом случае нужно вставать и разминаться. Вот на любом стульчике. Можно сидеть постоянно. Вот помимо того, что в офисе, еще для кого подходит такой стул? Подходит для ребятишек. Причем есть детские стульчики такие. Причем для детей, как мы знаем. То есть у нас сколиозы формируются именно в школьном возрасте. И о спине нужно заботиться именно с детства. Вот. Хорошо, да я сразу хочу еще. Нет, давайте, какой эффект будет, через какое время, ну, какой эффект может произойти, вот когда ты сидишь, допустим, вот так, день, два, пять, пятнадцать. Ну, вот, как я уже сказала, начинать нужно сидеть, конечно, на ком стульчике с детского возраста для профилактики сколиозов. Но если у нас уже во взрослом возрасте есть какие-то проблемы, даже если нет проблем, то также такой стульчик служит профилактикой протрузии, различных грыж, проходят боли в пояснице, в позвоночнике. Также на таком стуле, как вы заметили, нельзя сидеть асиммертрично. То есть вы не сможете положить нога на ногу, допустим, что тоже очень вредно. А не можете. Да. Так, а я сразу хочу продемонстрировать еще один момент, это тот, что... Я сяду на него сейчас неправильно, но только ради демонстрации. Только ради демонстрации. Ради демонстрации. Я сразу хочу показать, что здесь на самом деле можно отстроить его по высоте. Да, он регулируется по высоте. Подстроить можно по высоте стола подрост человеком. Я метр восемьдесят. Я метр восемьдесят, и я победил. Вот так, да? Вот так удобнее. Ну, да. Здесь зависит высота стула. Вот смотрите, у Славы это его или еще надо подбирать? Нужно подбирать по высоте стола. Главное, чтобы угол был 90 градусов в локте. Знаешь, угол 90 градусов в локте у меня как-то не получается отряд. Здесь высокая стойка. С нашей стойкой, понимаешь, потому что, во-первых, она высокая, а стул для меня до такой степени еще пока непривычный, что я не понимаю, как можно... Вот я пойму, как вот такой стул можно там приподнять, да, или опустить, а с таким это надо приноравливаться. Я просто представляю, как планерка, да, из 20 человек, вот все будут на таких стульях. И кататься, да? И кататься, да. Он катающийся, это хорошо. Слушай, мы сейчас уйдем в такие детали и... А теперь покатай меня большая щепаха. Мы с тобой как два этих, на двух лошадях, на вороном и на белом. То есть ты хотел ехать в город на белом коне? Конечно, вот, собственно, это и случилось. Хорошо. Пальто бы тебе... Сейчас с ума истерика пройдет, и он задаст главный вопрос. То, ради чего мы здесь собрались, где можно вот такую полезную вещь и прелесть приобрести? Такие стульчики можно приобрести в компании US Medica, которая находится в двух торговых центрах наших крупных. Это торговый центр «Комсомол» на третьем этаже и торговый центр «Сильвермол» на первом этаже. Отлично. Отлично. Вы знаете, друзья, если вы беспокоитесь о своей спине, если вы беспокоитесь о здоровье своего ребенка и его позвоночника, то мы вам настоятельно со Стасом рекомендуем все-таки задуматься и приобрести такие стулья, потому что... Это просто не нужная вещь, это вещь необходимая. Это вещь полезная, я даже так могу сказать. Полезная, необходимая. Полезная, необходимая вещь. Вот так мы подведем итог нашей с вами беседы. Поставим точку в отрицательной. Напомним, друзья, в гостях у нас была Ольга Кузнецова, руководитель отдела продаж компании US Medica. Мы ждем вас снова в гости с каким-нибудь новым интересным оборудованием. Которое поставит ведущих в веселое положение в мире. Или в любовь. Мой порталземерный программ.